Изготовлено плоское кольцо толщиной d. Радиусы кольца а и b, где b больше а. Ну, чтобы нам ориентироваться. Между внешней и внутренней цилиндрическими поверхностями кольца поддерживается некоторая разность потенциалов. Найти сопротивление r в этих условиях. Давайте воспользуемся рисунком, который я предварительно нарисовал. Итак, значит, у нас с вами... Давайте, наложился. Сейчас артефакты из данного уберем. Итак, значит, что у нас есть? У нас есть с вами цилиндр, внутренний радиус у которого а, внешний радиус b. Ток течет от внутреннего цилиндра по всей поверхности к внешнему. Это нарисован вид сверху у нас. Это вид сверху. Итак, значит, для того, чтобы определить сопротивление любого проводника, вы в курсе средней школы всегда использовали вот эту вот формулу. Р равно ρL на S. Но здесь эту формулу в чистом виде применять нельзя. Почему? Потому что сечение проводника, сквозь которое идет ток, все время меняется. То есть площадь у нас, обратите внимание, становится все больше, больше и больше. Вот это нарисован вид сверху. Нарисован вид сверху. Обратите внимание, что мы выбираем в этом сечении вот такое вот элементарное сечение. Площадь этого сечения у нас с вами будет, обратите внимание, это у нас как бы цилиндр. Да, вот если вот в эту сторону взять, то площадь этого сечения у нас с вами будет равняться 2π, высота 2π умножить на длину окружности, это 2πr. И в эту сторону вверх, да, вверх оно идет у меня, будет равняться умноженное на t. Это площадь поперечного сечения. Другими словами, если я возьму листок, вот так вот, да, то есть высота у меня будет d, а если я его разрежу и разверну, вот эта длина окружности у меня будет 2πr. Итак, в этом случае сопротивление dr этого участка у меня будет равняться ρ d, ну в данном случае dr, да, то есть изменение длины dr. Деленное на 2πr на d. Соответственно, для того, чтобы найти общее сопротивление r, мы должны проинтегрировать от а, то есть начинается у нас ток от а, до b ρ на dr разделить на 2πr на d. Ну, такой интеграл очень просто взять, в данном случае у нас ρ константа 2πd константа, у меня получается интеграл dr на r, а он у меня равен натуральному логарифму. То есть вот по такой формуле можно определить сопротивление цилиндра, когда ток у нас идет, еще раз обращаю внимание, не сверху вниз, а ток идет от внутреннего радиуса, то есть внутреннего цилиндра идет по отношению к внешнему цилиндру. И вот такое вот у нас с вами красивое выражение и получилось. Все, задачу мы с вами решили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова